Меня зовут Матвей Северянин. Сразу хочу оговориться, эта презентация, это небольшое выступление только для тех, кто хотел бы зарабатывать на том, что обучает чему-то людей. Если вы об этом никогда не думали, об этом не хотели думать и не хотите, выключите видео, но просто не тратьте свое время, есть куча других интересных роликов. Окей, какой продукт я предлагаю вам продавать? Я предлагаю вам учить людей чему-то, что вы умеете делать сами. Например, вы учитель английского языка в начальной школе и хотели бы в интернете обучать людей с помощью скайпа, вайбера или ватсапа тому, как правильно ставить им произношение, как правильно произносить слова, рассказывать о том, какие там времена в английском языке и так далее. То есть конкретно обучать вашему предмету. Или вы собираете фермы для майнинга биткоина и хотели бы, чтобы люди могли тоже научиться с вашей помощью их собирать. Очень часто показателем того, что вы можете уже работать в этой сфере, является то, что к вам часто обращаются или вообще хоть сколько-то обращаются с этим вопросом. То есть действительно простой пример по поводу майнинг ферм. Реально мы зафиксировали то, что много людей пишут мне, Матвей, как собрать ферму. Как вы знаете, я не суперэксперт, но у меня есть человек, который это все делал за меня. И я сказал, и сейчас об этом говорю. Да, можно написать мне, и мы вас сведем с человеком, который платно вас проконсультирует по этой теме. Семь заявок мы человеку сделали за пять дней. За пять дней человек провел семь консультаций, за каждую из которых он взял полторы тысячи рублей. Вот и думайте, просто как пример свеженький. То есть если вы готовы чему-то обучать и отвечать на вопросы по теме персонально, лично, почему на это есть спрос? Ну, какие консультации мы покупаем часто? Часто покупаем консультации врачей. Я вот очень много консультировался в свое время по здоровью. Приходил, там 700 рублей, по-моему, это стоило. В интернете же могут продаваться любые консультации по какому-то обучению, по какой-то настройке, по настройке компьютера, вот у меня знакомый продает. То есть, ну, вам самим лучше знать, в чем вы разбираетесь. Наверное, если вы автомеханик, то будет, ну, тяжеловато продавать консультации. Наверное, если вы профессиональный повар, ну, тяжеловато будет. Но если ваша специальность как-то связана с IT, наверное, будет немножко проще. Что касается реализации. Я советую использовать вам два инструмента. Первый инструмент это скайп. Почему? Скайп бесплатный. Скайп есть у многих, он очень распространен. Понятно, что есть куча конкурентов, куча там других аналогов. Но скайп есть почти у всех. Не нужно рассказывать людям, что такое скайп. Чаще всего они это знают. Даже моя мама знает, что такое скайп. Она еще много всего знает, но тем не менее. Пример понятный. Более того, я рекомендую использовать вам органический трафик с помощью YouTube. Если интересно, то я сделаю там отдельное видео, как привлекать органику. Но в целом, да, по-простому. Но если вы будете хотя бы раз в неделю снимать какое-то полезное, интересное видео по вашей теме на YouTube и говорить о том, что у вас есть персональная консультация, то можно их продавать. У нас была девочка знакомая, астролог, которая снимала какие-то там вот, мне сложно это, как вы относитесь к астрологии, напишите в комментариях, пожалуйста. Но она продавала консультации. И они продавались по тысяче рублей. Она составляла какой-то прогноз, там за полчаса брала тысячу рублей. Вот такая схема, вот такие два инструмента, оба бесплатных. Тут важен такой момент, о нем сразу подумайте. Один раз я хотел заниматься с человеком, ораторским искусством, был у него на тренинге, и он заявил, что с ним заниматься стоит 5 тысяч в час. Я нашел тут же другого человека, который 500 рублей в час брал. То есть ценник должен быть адекватным. Что такое адекватный ценник? Адекватный ценник – это ваша экспертность, время, которое вы потратите, и нужно понимать, очень важно, долгий ли у вас продукт. Что такое долгий продукт? Долгий продукт – это такие консультации, которые можно назвать поддержкой, которые можно вести долго. Ну, например, это подготовка к ЕГЭ. Понятный долгий продукт, если вы готовите к ЕГЭ с нуля, соответственно, это тянется. Например, моя тема – обучение Ютубу. У нас есть коуч-группа, у нас есть курсы, тренинги, книга есть. Но в целом обучение Ютубу, когда мне звонят, это 1-2 консультации максимум. То есть это час, два, ну вот максимум было 2 часа работы с человеком. Это не долгий продукт, на такой продукт цена может быть высокой. Но если у вас поддержка постоянная, соответственно, это должно стоить дешевле. То есть здесь нужно понимать. Значит, здесь все понятно. Долгий продукт должен быть дешевле, но вы зарабатываете на объеме, на том, что долго проводите эти консультации. То есть там каждый день у вас, допустим, общение с человеком. Короткий продукт должен быть дорогим, потому что его продается чаще всего 1-2 раза. У кого получалось из моих учеников, из примеров, с кем мы работали? Физика, математика, ЕГЭ продается нормально, то есть консультации идут. Фитнес-тренер, который составляет программу тренировок и питания. Для меня это немножко странно, потому что я всегда легко находил тренера в городе у себя. Может быть не очень, хотя тут и чемпионы разные есть. Но тем не менее люди берут по скайпу, я не знаю почему. Есть много известных персонажей, которые придут такие программы тренировок и консультации по фитнесу через интернет. Как настроить ферму биткоин, как начать майнить? У нас брали такие консультации, которые там другой человек ведет, но тем не менее. Мы помогали продавать консультации бухгалтеру и помогали юристу. Вот это из тех примеров, которые я четко помню, которые были недавно. У кого не получилось, не получилось у врача. Врачебные услуги тяжело рекламировать, и люди не готовы еще с терапевтом консультироваться по скайпу. Там живой вам пример. Вот такая тема. Надеюсь, что это было вам полезно и интересно. Если есть какие-то вопросы, нужно что-то расшифровать, то без проблем пишите в комментарии. Удачи вам! Подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Будет много всего полезного.